Привет всем! Короткая история. Откуда у биткоина стала расти капитализация? Вчера я написал в телеграме, что нужно уничтожить тедер, чтобы уничтожить биткоин, то есть цену биткоина. И в личку мне написали, что это все из чикарской биржи СПО. Смотрите, чикарская биржа СПО имеет свое влияние на цену. Но чтобы понять, как тедер связан с биткоином, нужно пойти немножко глубже, назад. Биткоин, цена биткоина в продаже, в покупке, оно как начало расти. СПО вошла в рынок очень на максимумах, чтобы понижать цену. Но до этого, там некоторые скачки в последнем 2017 году. Вот чем сопровождались эти скачки? Эти скачки сопровождались двумя факторами. Первое, это самое огромное, это то, что в принципе, где рынок, который заинтересован покупкой биткоина? Где тот огромный рынок, который может поднять цену биткоина так сильно? Этого рынка нету. Вообще не было этого рынка. Не было того количества людей и средств, которые могли бы поднять цену биткоина. Поэтому, чтобы вот эти доллары, чтобы они, если у тебя нету рынка, который платежно способен для того, чтобы настолько купить биткоин, чтобы поднять цену, тебе что нужно делать? Тебе нужно искусственно создать средства, чтобы влить в биткоин, создать искусственную покупку биткоина, неограниченную, не то слово неограниченную. Огромное количество покупки биткоина. Тедер и есть этот пузырь, который дует пузырь биткоина. У биткоина не было бы такой цены. Механизм очень простой. Поскольку нету никаких регуляций, даже на том уровне, что приходят, чтобы сделать аудит, Тедер с легкостью отворачивается от этой темы. Если бы были на регуляции регуляторы, он бы не смог никак охути от этой проблемы. Для него это проблема, потому что он знает, что эти тедеры не обеспечены долларом. Что такое один тедер? Должен быть обеспечен одним долларом. Он знает, что есть 2 миллиарда тедера, но нету 2 миллиарда доллара. Этот стейблкоин, он был создан из воздуха. Влили биткоин, подняли цену биткоина. После того, как цена биткоина поднялась, рынок, который был вот таким, стал вот таким. И с помощью этого рынка начали отмывать воздушные тедеры. Это и привело к первому снижению и стабилизации цены. После чего подключилось еще и понятие китайские майнеры. Чтобы они... Что они делали? Когда у них накапливается биткоин, им нужно продать биткоин. И для того, чтобы продать биткоин и заработать, им нужно, чтобы цена биткоина выросла. Майнеры, китайские майнеры, влаживали средства в медиа, в новостную сферу, чтобы увеличить рынок. Чтобы тедер печатал больше денег, чтобы снова влить в биткоин, поднять цену, чтобы майнеры продали по высокой цене. Рынок в этом этапе рос. Почему? Потому что снова эйфория, что биткоин растет, цена биткоина растет. После того, как майнеры продавали, и та же схема, чтобы очистить тедеры, потому что цена падает, потому что в рынок начинают приходить реальные деньги, и отмывается тедер. Тендеры уходят. И эта схема работала до 2017 декабря, когда в первый раз Чикагская биржа СБО, у них какое заявление было, мы приручим биткоин. По сути, цель Чикагской биржи СБО, которая была дана им, эта биржа не сама решила, что мы сделаем вот так. Нет. Если бы это продолжалось, биткоин, если бы биржа не начала свое действие, по сути, регуляторы не могли напрямую начать. Поэтому они что сделали? Они дали руководительские назначения Чикагской биржи. То же самое было и в 96-м, примерно в этих годах. То есть это не первый раз эта структура работает, когда правительство не может ничего делать с этим, потому что у них нет регуляции. Рекомендации, оно в этой сфере своего самого главного игрока дает рекомендации, что ты должен сделать, чтобы управлять этим неконтролируемым ростом активов или снижением активов. Вот они и открывают или фьючерсы на рост или на упадок. То есть, когда мне написали, что ты ничего не понимаешь, потому что все делает СПО, я понимаю, что делает СПО. Я понимаю, что делает Теддер и что делает, к примеру, битмейн. Почему битмейн хочет свою собственную стейбл-клайн? Задумайтесь об этом. Так вот, день назад 300 миллионов новых Теддеров были снова. Создали 300 миллионов новых Теддеров. Для чего было создано эти 300 миллионов новых Теддеров? Вы подумайте об этом. Почему каждый раз создается какое-то количество Теддера? Причем тут майнеры китайские и причем тут Теддер? То есть, эту цепочку они просто хотят еще раз повторить. Но на эту цепочку сразу же касательно вышла новость. И эти новости, то есть, тут идет бакграунд. За сценой идет борьба за... Теддер хочет влить в биткоин. Вдуть биткоин еще раз. А есть сторона, которая этому уже может дать отпор. И эта страна снова же с двумя... И на этот раз с двумя фронтами. То есть, первое это с помощью каких-то минимальных легальных форм. Как, к примеру, проблема с 800 миллионами Теддерами. И вторая, которая начинает набирать обороты. И вторая, это с помощью СПО. Чикарской биржи. Вот вся структура, как все это работает. И когда я говорю, что уничтожить Теддер, это уничтожить биткоин. Я не говорю, что биткоин блок, что-то будет с технической стороны. Я говорю, тот воздушный прайс, тот воздух, который есть в биткоине, этот воздух обеспечил ему Теддер. Если Теддера не будет, сразу же тут схлопнется. Я не знаю, насколько упадет вниз, но это схлопнется. Я еще написал, что в таком случае нужно создать что-то новое. Еще один стейблкоин. Как-то не обеспечив ничем. Или на этот раз, может быть, обеспечив ничем-то. И влить все эти деньги в биткоин. Чтобы не уничтожился биткоин. Кажется, все. Да, все. Пока.